Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть ГААГа, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри, за кремлевской стеной подметает. Друзья, всем привет! Ну что, уже на российском пропагандистском телевидении говорят о поражении, о ГААГе будущей. Ну, в общем, там серьезное изменение нарративов, как говорят, и тезисов, которые они продвигают. Да, там еще и говорит, это кто, Симонян. И там еще, конечно, соловейный помет подвякивает, что там, ну, у нас же еще кнопочка есть, если что, то мир в труху. А тут как раз появляется информация о том, что еще весной группа российских генералов и военных, и ФСБ договорились заблокировать приказ Путина об использовании ядерного оружия, если он такой приказ отдаст. В общем, важные новости. Сейчас мы их обсудим с вами подробно. А вы, друзья, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, разошлите в группы. Вы знаете, что сейчас у многих людей нет света, и где-то доходит, а где-то доходит позже информация. Очень важно, чтобы люди знали правду. Кроме того, мы боремся сейчас на дипломатическом фронте. Я нахожусь сейчас в Соединенных Штатах Америки. И добиваемся максимальной помощи Украине, в том числе в вопросе энергетики, то есть, чтобы нам передавали оборудование, конечно, средства ПВО, чтобы защитить наши ключевые части энергосистемы. И для всего этого нам очень важна информационная поддержка, информационный фон. Поэтому, когда вы сейчас ставите лайк этому видео, вы фактически помогаете тому, чтобы у людей был свет, тепло. Это реально очень-очень важно. Ну что, друзья, давайте начинать. Итак, у нас важная смена позиций в российской пропаганде. Если вы помните в начале, ну, Россия, народ-победитель, вторая армия в мире, бла-бла-бла, потом Киев за три дня, потом, ну, мы воюем теперь совсем НАТО, ну, а теперь они уже говорят впрямую. Да, возможно, поражение, возможно, после этого ГАГа. При этом Маргарита Симонян, боброедка, выходит и говорит, что ГАГа всем будет, даже дворнику. Ну, то есть, начинают запугивать, вы все подельники, да, вот этот вот, вот этот вот есть убийца. Но они, теперь главный тезис российской пропаганды, что все вы граждане России, все вы подельники вот этого вот, и все вы будете нести ответственность. То есть, такой, знаете, круговой кровавой порукой пытаются всех связать, и всем эту мысль вбить голову, что как бы отступать, типа, некуда. Ну, а режиссеры по совместительству, пропагандисты, хотя, наверное, правильно, пропагандисты по совместительству, режиссер Шахназаров рассказывает, значит, что уже, что да, может распасться Россия. И тогда кровавый хаос, то есть, здесь они начинают запугивать, в первую очередь, окраины. Я умею часть возглавлять объединение за свободный Кавказ, и могу вам сказать, что это сейчас они очень активно на Кавказе продвигают эту мысль, что если, значит, как же, если Россия с Кавказа уйдет, то начнется там опять осетины против ингушей, там, дагестанцы против чеченцев, я не знаю, там, адыги, кабардинцы против карачаевцев и балкарцев. Ну, в общем, якобы такой будет кровавая баня, и они этим пугают сейчас активно людей. И вот поэтому они начинают рассказывать вот эту всю историю, что, значит, распад России, это кровавый хаос и ужас-ужас, ну и тогда уже, значит, кто-нибудь до кнопочку нажмет. Я хочу, чтобы вы это послушали, а я сейчас это прокомментирую. Ну, хочу сказать, я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть Гаага, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает, что от того еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, который обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе нельзя. Вот, строго говоря, вы можете себе представить, что будет в случае расчленения России? Это будет война всех против всех, это будет катастрофическое самоуничтожение нации, да еще нации, обладающей ядерным оружием. То, что здравый смысл на Западе, я уже не вижу, это очевидно. Потому что, строго говоря, можно было бы рассчитывать на то, что там будут мозги, что нельзя страну с ядерным оружием погружать в хаос расчленения. Но, к сожалению, слишком давно живу на свете, я вижу, что люди, они безумны. Они, строго говоря, когда у них маячит какая-то цель, они не думают уже о самосохранении. Ну, во-первых, по поводу развала России и кровавой бани. Так вы же уже ее устроили без развала России. Уже кровавая баня. Сто тысяч у вас погибших только в Украине. И кровавая баня, я молчу о том, что там устраивали во время чеченских войн, я молчу о том, как убивают людей там ни за что. И жизнь там человеческая ничего вообще не стоит. Так вы же это все и устраивали везде. И уже все это, к сожалению, имеет место. Поэтому развал России и развал Российской империи, это как раз способ, чтобы прекратить кровавую баню. Но, видите, они этим пугают, значит, очень серьезные угрозы. Они их ощущают. И второе, ну, про боброедку и дворников я уже объяснил, да, то есть, типа, все повязаны. Типа, уже никому не деться. Шасимонян-то понимает, что она-то точно идет в ГАГу. А другим-то не особо туда хочется. А вот она всем говорит, нет-нет, все вместе пойдем. Но тут очень интересный тезис про ядерную кнопку. Вы помните, что они ядерным оружием постоянно угрожают. Это совершенно никакая не новость. Но вот сейчас они говорят уже не о том, что они используют ядерную кнопку до того, как Россия проиграет. То есть, вот если так пойдет, что идет к проигрышу, так у нас же ядерная кнопка. Теперь они уже говорят, подождите, вот мы проиграем, развалимся. И что же тогда будет с ядерной кнопкой? Заметьте, это очень серьезное такое, она может кажется незначительное, а на самом деле серьезная такая смена акцента. С конкретной угрозы на такой типа запугнутый, ну вот угрозы, что мы используем до того, ну мы может не используем, но тогда вот кто-то тут придет во время гражданской войны, а вот этот кто-то может и использовать. Почему такой сдвиг? Ну, во-первых, потому что они реально проигрывают. И тогда начинает двигаться в ту сторону, о которой они так много говорили. А понятно, что ядерную кнопку нажать совсем не так легко, как кому-то кажется. А тут появляется новость на Newsweek, это очень серьезное издание, о том, что весной, когда России пришлось отступить из-под Киева, Путин серьезно задумался о ядерном оружии, его использовании. И тогда группа российских генералов, армейских и ФСБ договорились не допустить этого. И если такая команда поступит, заблокировать ее. А вот это, друзья, очень интересно. Ну, во-первых, это означает, что если Путин совсем сойдет с ума и таки рискнет на этот шаг, что значит невыполненная команда? Это означает просто, ну тут его и нужно и застрелить будет в этом бункере. Чтобы просто не выполнить его команду, значит он перестал быть верховным главнокомандующим. Во-вторых, если об этом пишет Newsweek, то это, значит, хорошо понимает и сам Путин. И это понимают и все эти пропагандисты. Поэтому они уже сдвигают вот туда эти нарративы и говорят уже немножко о других вещах. Так что это, конечно, очень значимо и показательно. И очень важно, чтобы мы с вами вот сейчас обратили внимание на такую смену. Ну а в целом, что сказать можно о том, что происходит в России? Да, вот смотрите, они бьют там сегодня по нашей инфраструктуре и сегодня многим людям тяжело. Но обратите внимание, при этом в самой России, там условно, в Новосибирске, в 30-ти градусные морозы, тысячи людей остаются без отопления в 30-ти градусные морозы. Да кто там бил? У них что, война в Новосибирске или что? И это показатель, в каком состоянии находится сегодняшняя Россия. А еще я хочу вам показать просто вообще уникальное видео. Соловьев, еще раз, друзья, Соловьев рассказывает, что у российских мобиков наколенники из пластиковых бутылок. Я сейчас не шучу, и я сейчас покажу вам это видео еще раз наколенники из пластиковых бутылок. Ну, в общем, посмотрите на это. Вы знаете, меня прям до глубины души, вот прям меня это пробило нас. Если вот сделать стоп-кадр, ну вот посмотрите, ну, ребят, ну что это такое? Ну, идите, у одного наколенников нет, а второй взял, приспособил пустые бутылки. Пластиковые бутылки вот из пластика себе вырезал, наколенники воюют. Друзья, ну я не знаю, что здесь можно еще добавить. В стране, в которой им самые богатые запасы газа, но при этом Сибирь в 30-ти градусные морозы без отопления, мобилизованные вырезают себе наколенники из пластиковых бутылок. Ну, кому и чем еще эта страна может грозить? Ну, своим безумием, да, но и рассказы о том, что их распадка это какая-то беда, да их распад это счастье, в первую очередь для них самих, ну и, конечно, для всего остального мира. Друзья, в общем, это было важное видео. Еще раз помогите мне им поделиться, как они уже боятся Гаги и грозят ею друг другу. Кстати, сегодня, друзья, именно в этот день, 29 ноября 1996 года, Международный трибунал Гаги вынес первый вердикт по бывшей Югославии. Друзья, наступит день, когда будет вынесен первый вердикт по бывшей Российской Федерации. Это произойдет обязательно. И думаю, что вот этому персонажу, террористу номер один в мире, он должен быть в первую очередь. Держим строй, друзья. Не забудьте подписаться на мой Facebook и Telegram. Я там оперативно информирую о всех новостях важных и о ходе в том числе своей поездки в Соединенные Штаты.